В областном центре стартует конкурс на лучшую концепцию реконструкции загородного парка. На презентации проекта присутствовали архитекторы, представители областного правительства и администрации города. О том, каким станет знаковое для Самары место, узнала Дарья Зотова. В Самарском доме архитектора собрались самые инициативные представители этой профессии. Возможно, именно кто-то из них повлияет на будущий облик загородного парка, приняв участие в новом конкурсе, который проводится по инициативе главы региона Дмитрия Азарова. Несмотря на множество возможных вариантов реконструкции одного из главных парков Самары, вектор у всех будет один и тот же. Вдохнуть в парк новую жизнь, сделать его современным общественным пространством. Самое главное, конечно, добиться того, чтобы все сооружения в парке были уникальными, они были красивыми и привлекали посетителей детей, взрослых и всех. В том числе и, конечно, необходимо предусматривать мероприятия для, как мы называем, маломобильных групп населения. То есть те, кто должен приехать там и чувствовать себя так же комфортно, как и другие люди. Парк был открыт в 1932 году. Его площадь насчитывает больше 40 гектаров. На них произрастают редкие виды растений, расположены памятники и объекты культурного наследия. Все это будет учтено при его модернизации. Сегодня очень много говорилось о том, насколько этот парк интересен для самарцев, насколько он любим для самарцев. Конечно, хочется его увидеть совершенно иным. Мы заведуем парку Зарядье в Москве, мы заведуем каким-то другим территориям. Я не понимаю, почему мы до сих пор наш парк не привели в подобный вид. Почему у нас нет таких креативных идей, нет таких креативных территорий. Очень надеюсь, что сегодняшний конкурс подтолкнет нас на развитие этого парка. И он, конечно, заиграет совсем другими красками, будет совсем другой территорией, который будет любим и следующим поколением самарцев. Съемочная группа губернии узнала мнение горожан о том, каким они хотят видеть загородный парк в будущем. Что бы мы хотели поменять? Ну, в общем-то, он изменился за последние несколько лет. В принципе, меня все устраивает. Мне очень нравится, что здесь зелено, что здесь, ну, Волга конкретно рядом. По сравнению, например, с парком Гагарина, там всегда много народу. Ну, а что бы поменять? Мне казалось бы, может быть, аттракционы какие-то можно посовременнее. Детские какие-то скульптуры по персонажам каких-то сказок. Вот пусть будет там колобок, какие-то вот медведи сделать из гипса. Это будет просто с детьми можно обыгрывать это все, рассказывать сказки, стихи, потешки, чтобы мы могли все это потрогать, побегать вокруг. Подать заявку на участие в конкурсе может любой желающий с 3 сентября по 2 ноября. Дарья Зотова, Александр Дудко, Новости губернии.